Всем мира во Вселенной! Откуда на Марсе снег? Кто и как разрушает планеты? И зачем инопланетянам наши смартфоны? Это неземные подкасты о том, что нового мы узнали о Вселенной, как всегда расскажет астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич! Привет! Рад вас видеть. У Вселенной накопилось много новостей, но прежде чем их обсуждать, давайте поблагодарим студию подкастов «Точки кипения коммун» на Университете МИСИС за предоставленную студию. Ну и начнем. И нужно сказать, что вот эта новость, которая, наверное, поразит многих, мобильная связь может помочь внеземным цивилизациям составить карту Земли. Каким образом? Сам удивляюсь, но кажется, это правда. Дело в том, что молодые радиоастрономы, двое из них с острова Маврики, представляешь, в середине Индийского океана небольшой остров, там университет, ребята занимаются такими внеземными делами. И один радиоастроном из Европы с удивлением обнаружили, что наши передатчики базовых станций, которые сотовую связь для наших телефонов обеспечивают, вообще говоря, довольно мощные. 100-200 ватт. Это неплохая мощность для радиопередатчика. Их можно засечь от ближайших звезд, если там есть такие, ну на планетах, конечно, ближайших звезд, если там есть такие же радиотелескопы, как и у нас. Ничего особенного, да, у нас радиотелескопы так, среднего уровня, но оказывается, нужна определенная направленность сигнала. Дело в том, что даже мощный сигнал, если его разбрасывать во все стороны, он довольно быстро теряет интенсивность и далеко не уйдет. Вот вспомни, далеко от Солнца и от Земли улетели наши космические зонды Voyager 1 и Voyager 2. Мы с ними до сих пор поддерживаем связь. Почему? Там ведь передатчики не особенно мощные, но у них остро направленные антенны, и они всегда держат Землю на прицеле. Но подождите, они находятся еще все-таки в пределах, хоть и в очень дальних, но нашей Солнечной системы. Они в пределах Солнечной системы. А это другие звезды? Ну, они не очень далеко. Например, Voyager улетели на тысячу астрономических единиц, а ближайшие звезды, до них расстояние 200-300. Нет, Voyager улетели на 100 астрономических единиц, прошу прощения. А до ближайших звезд примерно 200-300 тысяч, ну, там в несколько тысяч раз больше, то есть в миллион раз слабее сигнал. Но радиотелескопы большие, они могут усиливать сигнал. Так вот, базовые станции наших сотовых телефонов имеют хорошую мощность. На Voyager 5 ватт передатчика, мы его видим, мы с ним поддерживаем связь. А на базовых станциях я не ожидал 200 ватт мощные передатчики. Ну, именно поэтому наши телефоны видят их с расстояния, там, 10 километров. Но нужна направленность. Так вот, наши базовые станции телефонные, оказывается, имеют направленную диаграмму. То есть в определенном направлении передают. Только это направление неправильное для инопланетян. Они не туда, не в космос, а туда, куда нам надо, вдоль поверхности Земли. Мы-то бегаем по Земле, и они свой радиосигнал вдоль земной поверхности распространяют. Так, когда Земля поворачивается боком, и мы смотрим на лимб Земли, то есть вот на краешек земного диска, то как раз вдоль поверхности Земли эта самая телефонная связь и уходит в космос. И расчеты показывают, что наши базовые станции, одна нет, но много, а их же много, в городах их сотни, а в стране их тысячи, даже десятки тысяч, а по всему земному шару, по-моему, их больше 30 тысяч базовых станций по всей Земле. В основном, в Северной Америке, в странах таких, более насыщенных населением, в Западной Европе, в западной европейской части России, там, где живут люди. Оказывается, если смотреть на Землю издалека, хорошим радиотелескопом, можно заметить сигналы наших телефонных, вот этих самых базовых станций. Разговоры подслушать не удастся. Ну и хорошо, зачем наши переговоры, что они узнают о нас, да, когда мы говорим по сотовому телефону. Но несущую частоту, то есть сам сигнал, заметить можно будет. А раз базовые станции телефонные по Земле неравномерно распределены, то вращение Земли покажет инопланетянам, где живут люди, а где не живут. Где океанские просторы, где нет телефонной связи, где густо насыщенные материки, там, плотное население в некоторых странах. Это какое-то представление, да, о нашей цивилизации, где мы живем, там, на суше, а не в океане, да, где мы кучкуемся, где мы собираемся в более плотные компании на Земле. То есть какое-то представление. Ну а раз они, значит, и мы можем такие же базовые станции, если у них есть сотовая телефония, мы тоже можем подслушивать их сигналы и примерно представить себе, на каком уровне цивилизации они находятся. А что для этого нужно? Да, в общем, все, что нужно, уже есть. Большие радиотелескопы, они по Земле работают. Вот самый большой в мире радиотелескоп у китайцев, они его два года назад пустили. В работу он имеет диаметр 500 метров, огромная тарелка. Представляешь, площадь какая, с которой этот сигнал улавливается. И у него очень высокая чувствительность. В России есть телескопы 70-метрового размера, но с очень хорошим усилением. Во многих странах есть. А разве они уже не слушают во все уши? Да как-то у них другие проблемы, я думаю. В основном они космонавтикой занимаются, связь с нашими спутниками, с космическими аппаратами. Они военными делами занимаются. Но для меня это удивление вызвало, что можно такие цивильные сигналы подслушать. Я был уверен, что только сигналы наших военных радаров, они очень мощные, они узконаправленные, уходят в космос и далеко распространяются. Но если рядом с нами, у звезд Альфа в созвездии Кентавра, звезда Барнарда, одна из ближайших к нам, Проксима Кентавра, у которой тоже есть планеты, там есть какие-то цивилизации, озабоченные прослушиванием космоса, то, глядя на нас, они могут сказать, на Земле тоже есть цивилизация. Продвинутые все ходят с сотовыми телефонами. Ну, я вам могу сказать, что, допустим, передатчики УКВ диапазона имеют мощность и до 5 киловатт, а некоторые даже и мощнее. Может быть, это тоже как-то поможет? УКВ не очень хорошо проходит сквозь земную ионосферу и вообще коротковолновые, но базовые станции, вообще наша телефонная радиосвязь, она в дециметровом диапазоне, не в метровом, как УКВ, в дециметровом, и они проходят через ионосферу и уходят в космос. Так что в космосе они видны. А вот многие наши радиостанции, поскольку мы их слышим вот из-за горизонта, именно потому, что от ионосферы отражается радиосигнал, а в космос не уходит, в этом смысле расчет правильный, очень интересный, неожиданный. Вот вам и остров Маврикий, о котором мы мало что знали, а они озабочены связи с внеземными цивилизациями. Последний вопрос, связанный с этой новостью. А какое количество звезд, условно ближайших к нам, попадает в эту сферу? — Порядка, сейчас скажу, до расстояния примерно 10 световых лет, 3 парсека от нас, это где-то около 1000 звезд. И у половины из них примерно есть планеты. Ну, конечно, не на каждой планете есть жизнь, не каждая жизнь имеет радиоастрономов, но есть надежда, есть надежда. Идем дальше. Нейросеть расшифровала 10 тысяч астрономических рукописей. Как это удалось? Какие перспективы изучения Вселенной это нам открывает? Ну и вообще, что такое астрономическая рукопись? — Я уточню, а в этой новости немножко напутано. 10 тысяч страниц в астрономических рукописях. Страниц все-таки, а не целых томов, да? А дело вот в чем. Речь идет о наблюдении Солнца. Как только Галилей изобрел телескоп, и другие его соратники в Европе стали использовать, первым объектом, который привлек внимание, стало Солнце, конечно. И они стали наблюдать пятна на Солнце. Уже 4 столетия астрономы наблюдают солнечную активность. Пятна, факелы — это яркие области, вспышки на Солнце. Это все касается нашей жизни, это очень интересно. Наблюдение они фиксируют, и наиболее точная фиксация началась примерно в середине XIX века, когда в Цюрихе, Цюрихская обсерватория, просто поставила это на поток. Каждый день фиксировали все, что на Солнце происходит, но записывали пером на бумаге. И вот эти записи, 10 тысяч листов, на которых пером, у кого какой почерк, астрономы не самые каллиграфически образованные люди, они пишут там иногда курица лапы, сами-то понимают, но эти почерки могут меняться. И когда решили, что вот надо бы все эти записи прочитать, потому что до нас дошли в виде более-менее таких томов, научных работ, только какие-то фрагменты этих записей, а в основном они в рукописном виде остались в коллекциях, в архивах Цюрихской обсерватории. Давайте мы их все прочитаем. Попробовали использовать программы, ну, обычные распознавания, как мы вот книги так распознаем их текст, когда кладем на сканер, и хороший машинописный текст легко распознается. Но тут оказалось, что не так просто. Машинные программы, компьютерные программы не могут распознавать вот этот рукописный 19 века, астрономический почерк, когда цифры имеют совсем другую конфигурацию. Я посмотрел там, правда, хвостики какие-то у девятки, у четверки. Трудно их распознавать. Тогда собрались три группы. Одна из них с нашего мехмата МГУ. Ну, это ребята, которые умеют такие программы делать. Вторая группа из Перми, это Уральский научный центр Академии наук. И третья группа из Потсдамской астрофизической обсерватории, немцы. Они все объединились и создали программу, которая на уровне искусственного интеллекта стала обучаться этим почеркам. Ей объяснили на хорошо разборчивых записях, какие почерки были у астрономов в той эпохе. И тогда она начала читать эти рукописи, отмечать то, что она недостаточно надежно распознала. Это тоже очень хорошо. Да, можно потом проследить и как-то поправить ее. В общем, удалось это прочитать. Теперь у нас есть детальнейшие записи за... Скоро будет полвека, как солнечная активность. Когда, что там получалось. Когда выходили из лимба солнечного, направленные на Землю опасные группы пятен. Когда вспышки происходили. Поэтому мы можем уже какую-то периодичность определить. И на будущее прогнозировать солнечную активность гораздо точнее, чем это удавалось. Вот он, искусственный интеллект. Вот он помог, обучился древним почеркам старых астрономов XIX века и прочитал вот эти рукописные каталоги. Это очень интересно. Потому что таких записей в других обсерваториях еще масса. И надо их аккуратно прочитать. Тогда у нас будут... Знаешь, что я хочу сказать? Это такой очень хороший урок, особенно для астрономов. Ведь мы же исследуем историю Вселенной. Наши фотопластинки, наши записи. Это то, что было со Вселенной. Это не повторится. Это осталось в каких-то рукописях, в каких-то электронных документах. Надо к ним возвращаться. Вот это хороший урок, да? Прочитали старые. А еще один хороший урок был. Он связан с изучением поверхности Луны. Когда в середине 60-х годов прошлого века впервые к Луне полетели спутники и стали фотографировать ее поверхность, тогда фотографировали на пленку. Другого не было. Электронных фотоаппаратов не было. И там на борту аппарата, вот лунных, лунар-орбитер, такие НАСА-вские аппараты были, проявляли, закрепляли эту пленку, каким-то образом обрабатывали, сканировали, передавали на Землю. И первые снимки были не очень. Они были такого среднего качества. Но они легли в архивы, эти записи, и лежали до недавних пор. Недавно НАСА получило грант правительственный на переобработку. Мы знаем, теперь есть программы, которые улучшают качество. Я был поражен. На этих же самых материалах гораздо лучше оказалось изображение Луны, более четкое, более детальное. Материалы старые, не надо ничего переделывать, а просто применить новые методы обработки. И еще один пример, и тоже связанный с Луной. Когда американские астронавты туалетали, они почти 400 килограммов грунта привезли. Начали его исследовать. Много интересного там нашли. Но что исследовали? Разделили его пополам. 200 килограмм отдали ученым. Многих стран, у нас тоже такие образцы были. И мы потом американцам свои отдавали. А 200 килограмм заморозили в морозилке и сказали, не трогать полвека. Вот полвека пройдет, новые приборы появятся, новые методы появятся. Переобрабатываются. Теперь эти 200 килограмм прошли полвека. Недавно эти 200 килограмм отдали ученым. И пошла масса статей с новыми результатами. Нашли очень много интересного в грунте Луны, потому что ученые за полвека научились многому чему. Это значит, старые вещи, к ним надо возвращаться и новыми методами из них вытягивать новые научные факты. Вот таких примеров много. Один из них — это прочитали рукописные каталоги 19 века. Так нейросеть помогает изучать Вселенную. И нейросети нужны сейчас везде. Они прогнозируют погоду, управляют марсоходами, и именно они высветили вам в Ютьюбе этот ролик. А создают и обучают их дата-сайентисты. Это одна из самых востребованных профессий в сфере IT. Поэтому и спрос на них только за последний год увеличился на 120%. А средние зарплаты — 250 тысяч, и это не потолок. Но чтобы стать дата-сайентистом, придется уделить время обучению. В нынешних реалиях все оценивается по двум параметрам — скорость и качество. Поэтому я рекомендую онлайн-интенсив «Дата-сайентист с нуля за пять месяцев» от SkillFactory. В SkillFactory не просто учат, а дают реальные опыты и необходимые навыки. Чтобы в такой короткий срок освоить профессию с нуля, и сразу после найти работу. Учиться нужно будет по паре часов, но каждый день. И за пять месяцев вы соберете себе портфолио из шести проектов. Профессию менять нелегко, но рядом с вами всегда будет ментор, который ответит на все вопросы и поможет разобраться даже в самой сложной теме. А после центр карьеры поможет подготовиться к собеседованиям и найти работу. Подавайте заявку по QR-коду на экране или по ссылке в описании. А по промокоду Неземной получите скидку 45%. Делайте первый шаг, а SkillFactory помогут пройти этот путь. Ну а теперь о погоде. Причем о погоде на Марсе. Всего каких-то 500 тысяч лет назад, если бы мы вдруг послушали прогноз погоды с Марса, то мы могли бы услышать о снегопадах. А вот это уже новость, потому что ученые совсем недавно поняли, что 500 тысяч лет назад на Марсе мог идти снег. Как догадались, что помогло высказать такое предположение? Ну, честно говоря, это не первое сообщение о марсианском снеге. Когда в 1976 году американские вояджеры, а, прости, викинги сели на Марс, они дождались марсианской зимы, и там на поверхности камней появилась изморость такая. Ну, изморость — это еще не снег, да? Это просто конденсируются пары воды, и такой белый налет появился. Так что что-то похожее на снег мы видели. Но эта нынешняя работа принадлежит китайским ученым. Если ты помнишь, ровно два года назад, в середине мая 1921 года, китайцы впервые посадили на Марс свой космический робот, марсоход. Он побежал, ну, побежал, это сильно сказано, медленно поехал по Марсу. Как его называют, я так и не понял. У китайцев есть две разных транскрипции, и в одних источниках его называют джу-джун, а в других — журонг. Ну, это просто по-разному произносятся те же иероглифы. Ну, вот этот самый джу-джун был снабжен многими интересными приборами. Например, у него был мощный лазер, который мог испарять кусочки материала вблизи себя и анализировать их химический состав. Вспышка, и телескоп получает спектр этого. Так вот, этот самый джу-джун обнаружил на нескольких дюнах марсианского песка какую-то корочку. Знаешь, вот такыры, по-моему, это называется у нас в пустыне, когда грязь, политая дождем, потом высыхает, и твердая корка на ее поверхности появляется. Ученые заподозрили, что эта корка тоже как-то связана с присутствием воды. И оказалось, да, в этой тоненькой корочке есть разные окислометаллы, и именно они только в присутствии воды могли образоваться. То есть шел снег или дождь, в общем, как-то проливалась с неба вода на эти песчаные дюны. Откуда эта вода могла взяться? Марс вообще сухой, очень сухой. Но сегодня на полюсах там есть замерзшая вода, ледяные шапки, как у нас в Антарктиде. Но как они могли до экваториальных областей добраться, где сейчас работает китайский марсоход? Оказывается, на Марсе климат перемещается по поверхности планеты. Точнее сказать, сама поверхность перемещается. Ну, ясно, что полюса плохо, солнышком нагреваются, а экваториальная область хорошо. Но если планета повернется, то другие места на Марсе будут нагреваться, а прежде не охлаждаться. Так вот, Марс иногда довольно сильно поворачивается. У Земли такого не происходит. Прецессия Земли, то есть оси вращения Земли, она происходит. Но наклона оси земной не происходит, потому что нас держит Луна. У нас довольно мощный такой успокоитель вращения Земли. Луна, она движется по орбите, вот как камешек на веревке, она стабилизирует земную ось. У Марса нет такого. У него два маленьких спутника, что они могут? И он довольно сильно наклон своей оси меняет. Представь себе, полюса поворачиваются к Солнцу. Что будет? Там начинает таять лед. А в экваториальной области солнышко вдоль поверхности светит, и там заморозки. Видимо, примерно 120 миллионов лет назад, ну, может быть, около 200 миллионов лет назад, полюса повернулись к Солнцу, тогдашние полюса. Расставил на них снег, пар поднялся в атмосферу, полетел к бывшим экваториальным областям, там замерз, и дождем или снегом, дождем вряд ли. Там жидкая вода не любит бывать на Марсе. Давление атмосферы низкое, и там вода либо в форме пара, либо в форме льда. Два ее агрегатных состояний. Так что, скорее всего, хлопья снега пошли, легли, ну, немножко подтаяли на поверхности, смочили эту песчаную поверхность, и такая корочка твердая, ну, как суглинок такой получилась на поверхности. Вот так мы фактически разгадываем климат Марса несколько миллионов лет назад, ну, около миллиона лет назад случавшуюся. Вообще, там сегодня в районе экватора найдены области, где под поверхностью воды довольно много, льда водяного довольно много. Видно, что когда-то это были полярные области, а сегодня они лежат почти на экваторе. То есть Марс вот испытывает такие кувыркания время от времени. Я знаю, что многие ждут таких же кувырканий и у Земли. Есть гипотеза, что и Земля тоже каким-то образом меняла свои полюса на экваториальные области. Пока Луна с нами, этого не произойдет. Спасибо, успокоили. Ну, давайте теперь как раз о Луне. Я закончу, подожди, насчет Джу-Джуна. Вот интересно, что ведь он по своей конструкции копирует, да почти копирует, марсоходы прошлого поколения американские. Он очень похож на Spirit Opportunity, которые в прошлые десятилетия летали. И у него также источником электричества служат панель солнечной батареи. Вот эти крылышки, которые от солнечного света дают электричество. Но те, американские, проработали один 6 лет, а другой почти 14 лет. Потом они замерзли все-таки. Джу-Джун проработал год. Наступила там длительные периоды. Там наш земной год лета на Марсе, а второй наш земной год зима на Марсе. Вот он один год там проработал летом. Наступила марсианская зима, прошел год. Вот сейчас заканчивается зима, а он никак не может оттаять. Он замерз так крепко, что связи с ним нет. И, видимо, уже не будет, потому что трудно предположить, что он оттает. Теперь там электроника вся сильно охладилась. Жалко. Ну, вот китайцы все-таки молодцы, что они запустили, и он работал, но недостаточно надежным он оказался. Все-таки нужны какие-то нагреватели, какие-то обогреватели для работы на Марсе. Холодно там. Это неземной подкаст. Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы? Давайте теперь о Луне, которая стабилизирует Землю от ее переворотов и от смены полюсов. И уже очень долго ведут споры, что же там внутри, пористая ли она или нет. И вот, кажется, нашлось подтверждение тому, что у Луны есть железное ядро. Что это, что вы об этом думаете? Это не подтверждение. Это хорошая теория, которая все-таки остается пока теорией. Дело в том, что в недра ни одной планеты мы не проникали и, наверное, не проникнем никогда. Даже в недра Земли. Хотя у нас есть буровые установки, глубже, там 11 километров мы ничего не булили. Все, что мы знаем о Земле, это результат ее зондирования звуковыми волнами. Такая звуковая локация. Сейсмографы слушают, как звуковые волны проходят сквозь недра Земли и таким образом узнают ее строение. Но, собственно говоря, они только говорят о том, какие волны приходят, а строение выясняют теоретики. Они сравнивают свои модели с тем, как волны проходят звуком сквозь земные недра. То же самое для любой планеты. Есть ли на ней есть сейсмографы? Пока сейсмографы были только на Луне и на Марсе. На Марсе вообще один, но он кое-что сделал. На Луне было несколько сейсмографов. Их привезли тогда экспедиции еще в 70-е годы. И они кое-что нам о Луне рассказали. Но этого было мало. Они стояли только на видимом полушарии Луны, на обратной люди еще не летали. И роботы туда они привозили сейсмографы. И их информация была какая-то не очень надежная. Мы знали, да, что у Луны какое-то ядро есть. Ну, ясное дело. Чем глубже, тем плотнее вещество, потому что на него сверху что-то давит. Да, какое-то ядро там плотно есть. Из чего оно, какое у него строение, мы не знали. А самое интересное, а есть ли там железное ядро? И если есть, есть ли у него расплавленная часть? У Земли железное ядро есть. Причем в самом глубоком слое оно твердое. Оно так сжато выше лежащими слоями, что стало твердым. А чуть выше железное жидкое. И вот благодаря этому жидкое проводящее, электропроводящая жидкость генерируется магнитное поле Земли. Очень хорошо, что оно у нас есть. А с Луной какая история? Вроде бы было ядро, но недостаточно надежно это было подтверждено. Теперь астрономы из обсерватории Кот-д'Азур, это Лазурный берег в Ницце, во Франции, там очень хорошая обсерватория, и профессионалы занимаются планетами. Они собрали все, что можно было о Луне. Данные сейсмографии, прозванивания звуковыми волнами, данные полета спутников, которые гравитационное поле Луны как-то чувствуют, зондируют, данные топографии, религия, в общем, все, что можно было про Луну, собрали и сравнили со своими моделями. Модели у них хорошие, они многое учитывают. И оказалось, что самая-самая точная, соответствующая всем наблюдениям, модель показывает, что в недрах Луны есть железное ядро. Ну, может, не чисто железное, там железо, никель, серо, но в основном электропроводящее, так сказать, железо, никель. И более того, у нее есть внешняя жидкая часть. Вопрос. А если есть жидкое железное ядро, почему у Луны нет магнитного поля, как у Земли? Ответ. А Луна плохо вращается. Дело в том, что кроме жидкого железного ядра еще нужно, чтобы планета вращалась. Тогда движение этой электропроводящей жидкости получает такую спиральную составляющую. Ну, физики говорят, сила Кориолиса завихряет движение жидких слоев металла в ядре. А Луна медленно вращается. Земля делает один оборот за сутки, а Луна один оборот за месяц вокруг Земли и один за месяц вокруг себя. То есть в 27 раз медленнее Земли вращается. И вот это фатально. Оказывается, не хватает ей скорости вращения, чтобы эта динамо-машина работала и генерировала электроток и магнитное поле. Жалко, если бы у Луны было магнитное поле, там на поверхности была бы ослаблена радиация, там было бы легче работать. Сегодня там радиация сильная, потому что нет магнитного поля. Ну, вы подкинули идею нашим, видимо, будущим поколениям закрутить Луну. Закрутите Луну. Да, надеюсь, что Земля от этого хуже не станет. Ну, и, кстати, наши подписчики на платформе Бусти могут смотреть дополнительные выпуски подкаста, а некоторые уровни подписки еще позволяют и задавать Владимиру Георгиевичу вопросы. Чем некоторые пользуются, как, например, Марк, а он спрашивает про реликтовое холодное пятно. Что это такое и ваше видение этой проблемы? Ну, мое видение тут немногого стоит, потому что космологией я как профессионал не занимаюсь. Но я детально посмотрел, что об этом пишут люди, недавние работы, и вот что оказывается. Ну, вы, конечно, знаете, Вселенная взорвалась, она была горячая, и с той горячей эпохи к нам приходит электромагнитное излучение. Оно родилось как свет. Плазма была горячая в ту эпоху, и свет пошел во Вселенной. Но идет оно к нам издалека. Те области, откуда оно идет, удаляются от нас быстро, поэтому эффект Доплера вытягивает электромагнитную волну, делает ее длинной, из оптики превращает в радиоволну. Мы получаем это радиоизлучение, реликтовое, как называл его. Йосиф Самулович Шкловский, наш астрофизик, мы его теперь так называем. Реликтовое, древнее излучение. И оно говорит нам обо многом. Например, о том, что Вселенная тогда была очень одинаковая, очень однородная. Куда ни посмотри по небу, реликтовое излучение везде почти одинаковое. Чуть-чуть не одинаковое, но это чуть-чуть очень важно. Сегодня это чуть-чуть воплощается в галактике, звезды, нас с вами. Не было бы этого чуть-чуть, Вселенная до сих пор была бы, как кисель, совершенно однородная. Когда карту реликтового излучения составили, а, кстати, первым был наш космический аппарат, советский тогда, потом несколько американских уточняли это дело, оказалось, что вот эти чуть-чуть в одном месте не чуть-чуть, а довольно заметное холодное пятно на распределение температуры реликтового излучения. Оно видно в южном полушарии неба, в созвездии Эридан, поэтому его так называют темное холодное пятно в Эридане. Что это такое? Я прям выписал. У меня семь разных гипотез на этот счет. Это может быть. Вообще всегда начинают с того. Ошибка измерения. Телескопы неправильно работали. Отбросили. Правильно, потому что разные телескопы увидели одно и то же. Галактический форграунд. Галактическая заслонка. В нашей галактике есть холодные облака, газовые. А вдруг у нас на луче зрения такое облако, которое перекрыло нам, просто заслонило. Нет, проверили. Все, никакого облака в этом направлении нет. И вот проверяли, проверяли все возможные. Даже мультивселенную прилагали. И какие-то первичные флуктуации. Эффект. Вот очень интересно был эффект Зельдовича-Сюняева. Академик Зельдовича и его тогда молодой сотрудник Рашид Алиевич Сюняев придумали замечательный эффект. Когда это реликтовое излучение, идущее издалека, проходит сквозь скопление галактик. А в каждом скоплении галактик есть разреженный горячий газ. Кванты этого излучения, встречаясь с электронами этого газа, сталкиваются, грубо говоря, отдают им свою энергию. И до нас доходят уже ослабленными. И мы видим немножечко их более холодными, чем в других областях. Проверили. В этом направлении нет скопления галактик. Не может эффект Зельдовича-Сюняева работать и так далее. И вышло, что в этом направлении действительно Вселенная пустовата. Она пустовата. Там нет скоплений галактик. Это то, что мы называем по-английски воиды, по-русски дыры. Действительно Вселенная неоднородна. Где-то густо, где-то пусто. И как раз там, в направлении этого темного пятна реликтового, пуст. Ну, не совсем пусто, но пустее, чем в соседних областях. А что это значит? Вселенная расширяется. Причем за последние миллиарды лет она набирает темп, она ускоренно расширяется. А там, где вещества маловато, она расширяется, естественно, быстрее. Оно не сдерживает ее. И поэтому там действительно пустота. И в этом направлении Вселенная от нас чуть быстрее улетает. Ну, не Вселенная в целом. Вот те объекты, которые в этом направлении, чуть быстрее улетают, чем в остальных направлениях. Раз они быстрее улетают, значит, доплеровский эффект там сильнее, и реликтовое излучение сильнее вытягивается, охлаждается, и к нам приходит более холодно. Когда мы говорим холоднее, горячее, надо иметь в виду, что температура, средняя температура реликтового излучения три градуса выше абсолютного нуля. Это минус 270 по Цельфи, оно вообще холодное. А вот эти флуктуации и температуры, которые в разных направлениях, десятитысячная доля градуса. На вашем градуснике, на нашем домашнем градуснике нет таких долей. А радиоастрономы умеют их фиксировать. Так вот это холодное пятно, оно еще менее заметную долю градуса имеет по отношению к соседним областям. Примерно стотысячная доля градуса. Тем не менее, пришлось над этим думать и ломать голову, пока не обнаружилось, почему это так. Теперь мы все понимаем. Там дыра, там недостаток галактик, и Вселенная в этом направлении не сдерживается гравитации, а расширяется быстрее за счет антигравитации. Помнишь, мы говорили, темная энергия, заполняющая Вселенную, она все расталкивает. Вот в этом направлении она расталкивает наиболее сильно. Но еще не так давно мы и не знали о существовании темной энергии. А теперь обсуждаем ее как-то. Темной материи. Еще мы, кстати, вообще знаем теперь, что и вакуума как такового полной пустоты тоже не существует. Более того, вакуум может и порождать материю. И вот тут просто становится уже так даже интересно, не родится ли там чего новое. Но это уже, наверное, с физиками об этом надо разговаривать. И вы слушайте гипотезы. Ну а следующая новость у нас про разрушение во Вселенной. Понятно было, что это происходит, что это происходит со многими планетами. Но впервые ученые наблюдали о том, как планета начинает разрушаться от той звезды, которая рядом с ней находится. Что же все-таки наблюдали, что узнали, как это происходит? — Материнская звезда поедает планету, да? Знаешь, такое мы ожидаем в нашей Солнечной системе. В конце своей эволюции Солнце начнет распухать, превращаться в красный гигант, и оно наверняка проглотит Меркурий, проглотит Венеру, даже дотянется до Земли. Похоже, что проглотит и Землю. Но это все теория, это все далекое будущее. — Успокоим, да, что это будет сколько? — Через 5 миллиардов лет. — Миллиардов, даже не миллионов, а миллиардов. Спокойно. Нас тогда уже тут точно не будет, мы куда-нибудь улетим. А в других планетных системах это может произойти на наших глазах, потому что очень много экзопланет, планет у других звезд, прямо в притирочку к своим звездам обращаются, и звезда, в принципе, может до них дотянуться. Либо сама планета может приблизиться к звезде. Но что реально наблюдали астрономы? Наблюдали, что у звезды, которая точно имеет планетную систему, и в том числе близкие к себе планеты, произошла вспышка в тепловых лучах, в инфракрасных лучах. Но не было вспышки оптической. Обычно, если что-то взрывается на поверхности звезды, прежде всего свет идет, ну и немножко там тепловых лучей. А тут наоборот. Интерпретация, то есть объяснение этого факта такое. К звезде приблизилась планета. Звезда ее начала разрушать. Свои гравитации растягивать, оттягивать у нее верхние слои, нагревать очень сильно. Звезда горячая с поверхности. И в течение нескольких месяцев планета как бы размазалась вокруг звезды и стала поглощаться ей. Но когда она размазалась, вокруг звезды возникло большое количество такого, грубо говоря, мусора, материала, из которого сделана планета. Он перехватывает свет звезды, нагревается и в тепловых лучах ярко отдает. То есть свет превращается в тепловое инфракрасное излучение. Ну, потом постепенно звезда это все в себя втянула и приняла нормальную свою форму. Вот такое странное поведение звезды интерпретируют как поглощение планеты. Так это или не так, надо еще посмотреть. А именно, планеты все-таки сделаны из вещества другого. Звезды — это водород и гелий в основном. Планеты — это металлы, железо, алюминий, кислород. Это совсем другие элементы. И когда планета поглощается звездой, на некоторое время в атмосфере звезды этих элементов много. Вот если спектр этой звезды продемонстрирует нам, что там вдруг обогатилось вещество такими вот планетными элементами тяжелыми, тогда можно сказать наверняка, эта идея подтверждается. Если нет, то я думаю, что какое-то другое объяснение надо будет искать. Но похоже, что да, съела она свою планету. Интересная была неделя. Ну и ждем новых новостей. Надеюсь, обязательно их вскоре обсудим. Спасибо, Владимир Георгиевич. Спасибо всем. Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме. Субтитры создавал DimaTorzok